Да-да, это Александр Усик в агонии, которому рефери отчитывает нокдаун. Но был ли он на самом деле, давайте разбираться. Это был жаркий вечер 22 марта 2013 года, когда во Дворце спорта в Киеве прошла четвертинальная встреча в рамках полупрофессиональной лиги WSB, где украинским атаманам противостояли азербайджанские бойцы из команды «Огни Баку». Александр Усик, успешно выступивший и завоевавший олимпийское золото Лондона в 2012 году, решил не спешить с переходом в профи и проверить свои силы во всемирной серии бокса. Выступление Усика в проекте WSB стало весьма успешным. Он победил всех шестерых своих противников, в том числе немца Эрика Брэншлина. И вот раз уж снова сливы, вымыкается Александр Усик и пробывай его. Ударом от него проходит. Что произошло? Британца Джозефа Джойса, итальянца Матео Мудуньо, и румына Михайя Нистера. Но одним из самых запоминающихся стал вечер бокса, в котором украинцу противостоял азербайджанец по имени Магомед Расул Меджитов. Изначально с Магомед Расулом должен был боксировать украинец Дмитрий Руденький. Усик говорил, что именно с Руденьким у него самые некомфортные спарринги. Но за несколько дней до встречи с командой из Азербайджана Дмитрий заболел. Поэтому на замену ему вышел Александр. Противостояние Усика и Меджитова получилось максимально насыщенным. Жесткий агрессор против подвижного декнаря. Александр бил и попадал больше. Магомед Расул стремился каждым ударом разрушить оппонента. Он является прирожденным супертяжем, но 11 килограмм меньше на 11 килограмм. Олег, что это палац спорта? Слава Украине героинству! Азербайджанец, украинца. Да и не смотрим мэша. Ты знаешь, Усик, знаю Чарль. То, что мы еще поднимемся, кто тут зерк. Еще не было. Можно, да? Ну, с этим самым русовским боксом сейчас очень хорошо несколько ударов прошло от украинца. Очень подвижен. Санку порхает, как бабочка по рингу, но стоит быть внимательным. Руды. Усик. Усик, ты правильно кажешь, долго не стил. Не шрифти, все мы уже бачили. Чего не хочу сказать, потому что руки очень-очень быстрые мучили. Просто так завершили, на выкинути из соревнований, так працювать и пішов. На ардебе начинаешь переставаться со своим джебом, а джеб так же очень похож. Сопернику атаковать баланс, тянется за ударом. И тут уже сработает с ней комбинация от Усика. Главное, что нужно против соперника, такого, как он левша. Меджу было бы тяжело. Противостоять свою скорость. Рост одинаковый у соперника. Метр девяносто. Рост одинаковый у дворца спорта. Усик, как все, он и подготовился. Хотя, снова, хочется сказать, что до остального. Будет для него дебют. ВСБ проходит сейчас удар справа от Усика. Руденький заболел, и вот пришлось заменить его Усика. Ну, думаю, что Меджидова вышел сам Александр Усик. И только, что дуже-дуже напружился в секунду в другом раунду. Знаешь, такое впечатление, что працует. До первой помылки соперника. В третьем раунде случилось немыслимое. Рефери отчитал нокдаун Александру. В боку. Он сказал, что у Ваня еще такие тренирования. А что здесь было? Кого? Азербайджанец ранее несколько раз прилично прикладывался правой рукой в корпус украинца. И когда в очередном эпизоде после такого удара Усик присел на колено, рефери открыл счет. Но, как показал повтор, удар не был по корпусу, а прошелся по касательной, скользнув по локтям. Пришелся украинцу ниже пояса. А яй. Рефери очень не очень. Значит, это смело ходить пришел. Удар тяжелый. То есть, усложняется задача Усика. Да, можно ходить на мальченко, что не лезь на него, он сам прийдет. Адже иди вперед. Чтобы дать паузу, можно увидеть, где Меджидов вперед. Уже с кропом назад и на Сусик. Концует, отчас новый вперед. Право-лево проходить. Промаг за храм. Станция не нужно быть рядом с Меджидовым, который просто... Кажется, что там на третий раунд соперник не выйдет. Мать, я думаю, на базе шликпоя перемоги. Иллюстроковый Александр Усик. А вот это Меджидов. Но этот нокдаун, который итоговым, конечно же, не является, стал, наверное, самым удачным эпизодом для Магометра Су. Ведь после Александр доминировал на протяжении всего оставшегося отрезка боя. Не давая сопернику много попадать по себе. Насыпая в ответ серийно и заставляя Меджидова промахиваться так, что тот не упал только одним чутком. Да, там соперник. Одни промахи. Да, ты знаешь, мы за Усиком никого не спостерегали. Это такие грудные, голубые. Ну, конечно, может быть, и вовсе не на умысле. Да, да, там такая речь. Ну, пусти в кровь, соперник Александр Усик. И мы идем от встречи. Это очень важно перед ним. Ну, я думаю, можем мы рассчитывать на Василия Ломаченко. Все это, что ждут. Там его ждет на любительском ринге. А тут, продовжение. Суперник начинает вперед. Начинает. О, отлично. Суперник. Держился вот этот удар. Саша хороший. Такой состав поедет в Баку. О, я понял, еще вся действительно серия бокс. Следкуя за Четверсик. Буксуя против. Но мы видим все-таки в хорошей форме Саша. Просто надо на этой форме. Да, уходит от Канады сейчас. Включает, включает, погодят двоечки Усик. О, отлично, тяжелые удары пропускают. Мы уже сегодня видели один нокаут. Можно сказать, что по-боксерски не дыхает. Да, и он разкоординирован. Мы сегодня за Мазонтики Усику, но таким же и сильным его зробил Александр Усик. И Майнова Зимиджидова. Еще раз доказывает уровень нашего атамана, которого признали, напоминаю, лучшим боксером. Отличный бой против опасного соперника. Дождемся официального оглашения результата. Видим на повторе, что доставалось. В любом случае, да, удары доходили. Хотелось демонстрировать стойкость. Саша. Ну, а вот его точные удары. Саша, бачим, сколько его по ветре пишет. Александр Усик! Еще 5-0. Шалон, друзья, 5-0. Интересным фактом является то, что Магомед Расул когда-то выигрывал в любителях самого Энтони Джошуа. Дело было в октябре 2011 года. Финал чемпионата мира. Энтони предстояло драться в финале против местного спортсмена с габаритами, практически аналогичными Усику. 191 сантиметр рост и 203 сантиметра размаха рвук. Первый раунд Меджидов проиграл. Джошуа отлично контратаковал, хорошо работал на отходах и не давал сопернику приложиться по нему. А со второго раунда Магомед Расул включился и начал полноценно биться. Энтони отчитали нокдаун. Меджидов качественно забрасывал через переднюю руку соперника, а рука не прекращалась до самого конца. По итогу победу забрал боец Азербайджан. Безидов, но Джошуа. О, и Джошуа's hurt. Безидов, большая рука, по Магомед Расул Меджидов, бухла к нему, от Антони Джошуа, в середине раунда, в середине раунда, в середине раунда. О, Джошуа's в троуле. Безидов, большая рука. Безидов, большая рука, бухла, 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 бухла. Безидов, большая рука, бухла, 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 бухла Субтитры создавал DimaTorzok